Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу вконтакте Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по доте Ссылочка в описании Всем привет друзья, сегодня не совсем обычный выпуск У нас сегодня в выпуске Сларк, который будет стоять в миде И стоять он будет против Кунки Очень будет интересно посмотреть на это противостояние Сларк играет топ 100 игрок Да, интересно действительно Из команды кстати Астер, 1200 лавел у него компендиума И Сларк это очень метавый герой, который в этой игре, как мне кажется, будет просто разваливать кабины Но мы это увидим, мы это увидим А пока ролик, собственно, пока гадочка полноценная не началась, можете поставить лайк И поддержать наш канал Перед тем, как вы не уснули Да-да-да По поводу Сларка в этой игре Вообще Сларк топовый герой против Свена Очень хорошо играть, очень удобно играть тебе Единственный контроль есть у Свена У него много физического урона А Сларк бойится именно магией Как правило Вот, и Кунка, тоже стренджевик Два силовика, которых очень легко будет кушать На которых можно легко настакивать Ну это будет Билл через Дефус, очевидно Самый топовый Билл, который только может быть сейчас Ну и пошел же настакивать Четыре стака Пять стаков Шесть стаков Что это вообще? И я на самом деле Сларка Медова увидел Очень давно Но это был Сларк в моей команде И он кушал Очень сильно кушал Испражнения А вот Этот Сларк, судя по всему Не первый день играет на Медовом Сларке Этот игрок Пока что у него все хорошо Не покупался Не слабо хватит себе топорик И мы считаем, что урона ему хватит Но знаешь, что Баврону действительно хватает У Кунки постоянно 50 урона За счет того, что он теряет 5-6 статов Хитаться вообще невозможно Конечно, он Что делает И теперь фласка от него пошла Он, скорее всего, пикнул Сларка на ласт пик Это, думаю, что 10-й пик был Нет 10-й пик гирокоптера Слушай, а скорее всего Он взял Сларка в легкую линию И просто понял, что Мне будет комфортно стоять Сларке в Медов А ты на герычи Иди по фарме Вот они свапнулись Гирокоптер спокойно стоит против Верки На боте Оранжевый герой Верка До него не особо достает Хорошо, пока что Кайси Подвышкой Вообще без проблем Да, с крипами вообще проблем нету И прям Он Выиграл мид Его уже выиграл Это было бы странно Если бы он не выиграл бы Такова задумка была изначально Курнолище уничтожит Ну, и Рбуфеном появляется Вообще топ-вайт На многих керри-героях На антимагах часто берут На Сларках те же Обманул Обманул кунка Не дал торт Ложновато этот кункевича Там вторая фласка уже у кунки пошла Знаешь, мне этот лайнап Напоминает чем-то лайнап Манкикин вроде в кунке Где кунка тоже проигрывает Вот, сложновато стоять Но МК по игре Против кунки Не так хорош, как тот же Сларк Эссенция shift Этот спелл Он суперсильный Каждый раз просто По единице силы воруешь То есть отнимаешь Дефолтный Дэмэдж Дефолтное количество хп Из-за своего ворона Так еще и 20 хп За каждую единицу силы Шикарно Честно сказать Никогда не думал Об этом противостоянии Да я тоже В кунке Ну, как оказалось Мы не смотрим за этим Как оказалось Сларк вполне себе Неплох против кунки Знаешь, есть три героя Которые просто уничтожают Милишников Это Манкикинг Это Урса И это Сларк Как правило Все эти три героя Появляются против В легкой линии Против кентавров Против омников Против тимберов Так, а Всех этих трех героев Можно также брать В центр И МК И Урса И Сларк Очень хорошо постоят Против кунки К примеру Против кунки Против Эмберспирита Но с Эмбером Наверное Будет сложновато Стоять на сладке Потому что все-таки Есть шилд У Эмбера Он постоянно тебя прогревает Магическим дэмэджем За счет Флэймгварда Своего третьего Вот на Против кунки Это супер кайфовый Лэна Постоянно Настакивает себе Руку У него есть Первая способность То есть он пододжит Торрент Отлично Зачем ты развернулся На кунки Что ты делаешь А ты на фурион Когда прилетел Прошу прощения Видимо Может как-то колил фурион Типа Давай 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 А здесь оказался Во время Давай давай На минус 25 Крутой Вроде когда Ну может и нет В троих глазах Все бывает Эссенция оставила Дойку Я думаю что Эссенции Дойку хватает Чтобы на линии стоять Но По игре По игре все таки Хочется ее замаксить Такого метода Насладких Сейчас паун Составляет единицу Скачивает Даркпакт Именно и эссенцию И просто идут дерутся Это Обоснованно Потому что ты Сейчас не собираешь Себе шуду блейд Соответственно У тебя есть Замедление Какое-то И какой-то контроль От диффузов Либо от сабельки Не часто Билды меняются На героях Сларк один из тех Героев На котором Билд поменялся Прямо значительно Изначально Уже Все пошло Из-за того Что Сларк Начал покупать себе Мидос После Мидоса Вошли в метафейзы Вместо обычного Пауэртритса Обычного ботинка Вот А потом Все поняли Что на Сларке Очень хорошо Просто идти рубиться Помнишь Мы как-то давным-давно С тобой записывали Сумаила Который играл Через блинк Который Максу Как раз таки Эссенцию Вот И просто дрался Да Спустя Спустя После того билда Прошло много времени Уже И вот И еще Модернизировали Многие игроки Этот Файды Билд Лужая Кунка Может умереть Есть Утимейт У Сларка Нет Чуть раньше Прожал Первый Слишком долго Ботинок Нужен был Слишком долго В контроле Был от Торрента Сейчас будет Ботинок Догонять будет Попроще В Ростолкунке Был ботинок А Сларка В свою очередь Нет А у Кунки Все равно Не так все плохо По крипстату 27 крипов У него имеется Порядически Крипов Добивает Ну и камбэк Несквозь лес Через лес Подойти На экспириенс От Фуриона Кстати Против Сларка Стоял Топ По 260 На мизе Фурион Топ 245 Который Прилетал Фидзил Сван Топ 130 Остальные игроки 300 ранга У Сларк Непосредственно Солдеранг Успел Утожать Первый Спел И должен Забирать его Хотя нет Там Слишком мало КП Осталось Если б не дабл Дмаш Который у Кунки Был бы То скорее всего Он бы Поддавил бы Больше КП Осталось В итоге Возможно Да Ну и плюс Баф От корабля Который Все еще Висел Кунки Сейчас Чем не сдох Я думаю Что Кунка Сейчас Наверное Уже Не вернется Сюда Ну и левел Есть Стоит Бринкером Можно В принципе Поговорять Хрибчиков Но Сларк Понимает Что Возможно Нужно Как-то Агрессировать По линиям Сейчас Фазики Скорее всего Купит И пойдет Уже Нам Боковые Лайны Никонка Возвращается Потому что Сларк Еще и Линию Пушит А почему Б и нет По Эксперенции Сларк Очень сильно Доминирует За счет Тех самых Двух Врагов Почти Восьмой Левел Опачки Забавно Забавно Здесь Отстакали Сларк Вам просто Сван Фармит Стрет Ультимейты К сожалению Сларк Пока что Нет 8 секунд Еще КД И отошел Он в принципе Забрал Основную часть Крипов И Саппорт Который Достакал Не получил Деньги Если это делал Саппорт Ты просто Собрал Стати Увидел Фуриона Все Фуриона Не должны Отпускать Тебя Кухон А топорика Нет Но молодец Выпрыгнул В свое время Не растерялся Ой Еще чуть-чуть Безогнается Получилось Был Фуриона Фрак Фрак Слар Но он Получил Эссенция Вкоснега Вкоснега Центральную Вашню Сил Света Такие Вымосил Даркпак Понимаю Что нужно Еще Лиса Подкачивать По экспириенсу У него Вообще Проблем В этой игре Не будет Посмотрите Восьмая Минута У него Восьмой Лавы А у него В Крюкбай Стрельдив В эти Фейзы А купил Он по теху Странно Это странно Это действительно Странно Потому что Но Фейзы Насларка Они реально Профильные Есть подозрения Что он просто Не будет Покупать Себе Мидас Насларка Но Тем не менее Фейзы Топ Ивайт Закращаешь Дистанцию Против Фуриона Пиньков Пармор Против Кунки Свена Вот Дело Его Это просто Потому что Нет Мидаса Быть Может Нажаешь Повершот Имея Меньше Половины Маны Чтобы Сбить Сларку Клариси У которого Мана Была Фуловая Стоило Лето Тратить 110 Ман И Практически Не Осталось Сбить Кларетку Видимо Не Чек Ну Даже Если Чек Мой Нарцы Зачем Ты Не Стоишь На Миде Тебе Не Нужно Забить Только Ред Чтобы Тебе Мидер Не Выигрывал Ставится Апсед Тут Еще И Пиньки Фариона Можно Подкачать Немного Правильно Он Делает Что Он Занимает Вражескую Часть Карты Если Б Я Играл Бо На Керри С Таким Старком Я Был Был Только Доволен Он Практически Не Фармит Свой Лес Он Накачает В Самом Только Вражескую Территорию Вот Умничка Хорошо Под Контролем Это Казалось Просто Вот Прыгать Но На Сам Деле Не Особо Ни Хрена Это Не Просто Можно Зафейлить Очень Легко Отлично Копьё От Марсов Просто Клетки Приковал И Должны Забирать Тычка Умничка Не Мне Слав Понравится Хорошо Делает Ну Пока Что Действительно Все Идеально Я Б Даже Сказал Это Один Из Лучших Слав Которые У У Нас На Канале Выходили Вот Мало Того Что Он Кстати Мид Выиграл И Убил Челика Который Причем Прилетел Помогать Мид Так Кунга По Идеи Должен Был Апать Гирокоптер Того Убивать Через Иксмарк Из-за Того Что Сларк Засолил Мид Он На Кунге Просто Не Может Ничего Сделать У него Два Брайсера Есть Кого Гангаз Как Гангаз Сларк Один Страк Кунга Восьмой По Эксперенцию Разница Просто Громадная Посмотрим Враги Как Сабля Должны Камбэк Вот По Поводу Сабли Я Он Эссенцию Все-таки Подмаксил Втройку Не стал До конца Вымаксивать Но в этом Есть тоже Своё рациональное Зерно Потому что У Паунса Сильно режется Кулдаун Если на первом Левеле Он 20 Потом 16 Потом 12 Потом 18 Делится В принципе Неплохо Ну и Длительность Привязки 3 25 Становится Поэтому Возможно Эссенция В 3 Это Это то Что нужно Сларку Медовому По крайней мере На легкой линии У вас столько Экспы Никогда Не будет Вот я Не могу Даже представить Что должно Произойти Вас должны Просто Соло Оставить На боте И вы Должны Еще Убивать Кого-то У тебя Был 12 Кстати Вот Ему Не Ухода Читик Экспы Чтобы быть 12 Левелом Но 12 Минус Один Крипчик Буквально Одного Криппа Не Хватает Реально По поводу Ранней Сабли Это Будет Очень Круто Если Сларк Будет Мощным Почему Мне Не нравится Сабля Последнее Время И Птшка Можно Будет Объяснить Успеет Успеет На последнем Миллисекунде Это Сделал Только Ему Сейчас Выйти Нечем Птшка На силу И И на Хосте Побежал Дальше Ариан От Марса Такому Фласки Помазали Красавцы Парни Слушай Акунка По итогу Сдохнет Судя по всему Да Не должны Его отпускать Отсюда Зато Подставил Своего Тиммейта Фраг Достается Не Сларка Но Кого Это Волнует По поводу Сабли Почему Она Мне Не Нравится Потому Что В этом Билде И Допустим Если Ты Играешь На Керри У тебя Как Я Уже Горел Немного Экс Те Почти Всегда Хочется Эссенцию Еще Забрать Хотя Бо Втри Как Мы Дем Как Делает Это Сларк Зацепить Героев Но В Тимфайтах Полноценных Бывает Сложновато Если Ты Промазал Паунсом Туда Никого Не Убьешь В то же Время Дифуза Кастуется На Ринжу Примерно 500 400 500 И Свою Очередь Но На Кирис Ларке Первым Айтам Об Сабля Мне Кажется Это Вообще Мусорка Вот На Мизере Можно На Мизере Наверное Здесь Любом Случай Дифуза Были Бу Лучше Потому Что Здесь Ценков Есть А Я Уверен Что Он Кубит И Нельзя Игнорить Это Здесь Ценка Есть И Типов Сабля Особая Не Була Просто Обычно Ты Берешь Потому Что Типа Еще Ману Регенит Вот И Наверное Дифуза Были Получше Мне кажется Это Связано Только С тем Что Это Его Зацепил Или Кносларке Шарит Явно Не Первый День Играет На Нем Ран Столов Есть Решил Дамакс Понимая Что Ему Нужен Контроль Постоянный Он Просто В Сол Гоняет Всю Вражескую Команду Посмотри Ты Наверное Не видишь Это На Мини Карцы Нет Всех Не Вижу Не Трати Стан На СК Не Трати Все Это Паут Просто Та 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 А Почему Он Сделал Ну Ладно Он И Слым Просто Дорог Где Где Гирокоптер Где Марс Все Своими Делами Занимаются Есть Даже Подозрение Что Если Псларк Не Отпрыгнул То Он Похоронил Там Сперва Санкинга У которого Было 250 ХП Потом На стак Бил бы Другого Героя Но Опасно Он Не знал Что Эхо Слэм Залетит Ты Просто Убегаешь Ты Не думаешь Чисто Физически Об этом Только Если Шейкер Боис Заюзает А Вот И Дастик Подъехал Сюда Пау Шот Очень Наносит Много Дэмэджа Конечно Темпу Приморозить И Капец Как же он Дамажный Этот спел Повершот Да Еще и Рыжа Такая Дикая Просто На пол Карты 450 Магического Урона Если Стоит Таргет Первый Таргет По Корму Прошиваешь Повершотом Оранжи Не снижается Недавно На рубике Имел Удовольствие Играть С Повершотом Пил 550 Это было Жестко Под Пассивой Ух Как много Дэмэджа Но И все Таки Дефуз Следующим Артефактом Ну Мне кажется Опять же Вернусь К сабельке Он Может Себе Позволить Потому Что Он Мидер Потому Что У него Много Золота Почему Сборка Через Барабаны И Фейзы Хороша И Дефуза Потому Что У тебя Много Атак Спида Из-за Этого Ты Легко Добираешься До героя Даже Не Потратив Паунс У тебя Много Эмэсо Ты Просто Бегаешь Дерешься Этими Дефузами Дефуза Хорошо Стакаются С твоей Пассивой Отнимая Еще От лица Врагов Атрибут Интеллекта Ты Еще И Ману При Эмбернешь Это Уже Миллион Раз Обсуждалось Просто Для Тех Кто Возможно Первый Раз У нас На Канале Кстати Кто Первый Раз На Канале Либо Не Первый Раз Просто Смотрит И Не Подписался Подпишитесь И Поставьте Лайк На Этот Ролик Интересных Хаток Будет Все Больше На Канале Вам Вам Легко А нам Приятно Хорошо Подсерил Сейчас Прессура И Дальше Прошел До Ультимейт Прожимая Свар Либо Вся Верку Должны Забирать Отличный Шикл Шоп Верки Пошел Дальше За Синки Гом Подкопал Его Но Тут Разорвал Слушай А может Успеть Отлично Праг Поделили Но Кого Это Волнует Он Набивает Себе Эссенцию Здорово Свет Здесь Здоровый В отличие От других Игр Формит Формит Много Учет Его Команда Проигрывает Сильно Он В один Раз Всего Лишь Умер У него Опять Ассистов Этот Стэн Через Мидасик Играет И Просто Афк Пылесосит Лес То В принципе Нового А Кстати А что У него По ХП У Слэна У него 16 Левел Почти А ну Мидас Да Забустил Сильно Его Прям Значит Без Мидаса Он просто Афк Качает Ему Даже Никто Лице Не мешало Видимо Даже Эстиммейтер Не мешал Лесу Потому Что На столе Левел 18 Помога Помнишь Экспо Сларка 12 Левел 12 Помнишь Почти 15 Сларк Мидер Который Убивал Много Соло Фрагов Было Пошел В погоне На Сларке Отличная Фиссура Я не понимаю Что этот Крыс На Парионе Обманул Да Там Видно Было А Видно Было Да Видно Было Что он Просто Переградил Себя Пусть Ладно Дефуза Практически готова Остается Буквально Роба На 450 Голды На Интеллект Можно Столько Настагать Главное Не мешайте Главное Чтобы Никто Из Оппонентов Не мешал Хмарк Будет ли Копье От Марса Будет Шейкл От Верки Вот Что Точно Будет Так Ты сейчас На Да Так и есть Пристыкнул Немножко Он Нажал Лошаду Дэнс Не знаю Зачем Может быть Чтобы Верка Его Не связала Чтоб Кунка Не законтролил Может Не знаю Да Он Висел На Хмарк То есть Хмарк Был Повешен Еще Довольцем Эта Сларка Чтобы Чтобы Кунка Не нажал Там Торрент Корабль Которого Не было Все равно Вернулся На Хмарк Это Возможно Чтобы Таргет На Испел Подложить В виде Первого Верки На Хазах Мам Он Был бы Еще В Кулдауне Я Могу Ошибаться Еще Не видно Было Мало Там Стан Какой Залетит Он На Боте Был Там Они Живали Кого-то Разбирали Да Я не Обратил Он С Он Дрался Ну Опять В некоторых Случаах Лучше Нажать Ультимейт Прибавить Среди Себе МС Чтобы Дать Героя Ну И Плюс ХП Еще Сильно Легенится Ну Да Это Важно По Следующего Артефакта Не Знаю Даже Что Будет Хорошо Ты Думаешь Вот Я Подумал Скрадет Тоже Скрадет Опять В этой Мете Я Будет Да Нет Я Даже БКБ Что Купил Для себя Также Много Контроля Потратили Сларка Но Он Все Пережил Плюс Слуем От Шейкера Даггер У Шейкера Было Гоним Это Даггер Да Да Даггер Да И Сурка И Пошел И Вот Они Забудут Вот Так Там Не 400 Там 600 Вот Так Вот Не дал Свой Настан Кинуть В себя Пожал Ультимейт Нормально Не дал Подойти Конечно Его Не спасло Но Время Чуть Потянуло Да Можно Отойти Там Еще И Верка В Ультимейт По поводу Скади Хорош Айтем Топовая Против Кунки Топовая Против Свена Но Тут Чето Многовато Контроля Поэтому Возможно Стоит БКБ Сперва Если Он прожимает БКБ То Ну Да Просто У Свена Есть Физический Урон Но Сларк С БКБ Будет Иметь Почти 2500 ХП Ну Не будем Перебарщивать 2300 Где-то И куча Армора Посмотрим Сейчас 25 Единицы Армора Это Настан Он Настан Но Может Быть Еще Сильнее Настан А Вот И Диффуз И Что Ты Сделаешь Он Просто Идет Кликает По Себе Опасно Конечно Подниматься Да Все Таки Он Заполкнул Силого Таки Он Хорошо Играет На Сларке Повторю Ветку Срубил Но Попал Прыжком Вообще Можно Было Не рубить Ветки Изначально Мог Просто Прыгнуть Дело Его По Поводу Талантов Берет Себе 10 Ксиль И 20 Кампирик Это Дефолтный Талант Для Такого Сларка Который Играет Без Шилу Блейда На 10 Левеле Тут Вообще Спорить Не Нужно Потому Что Если Было 10 К Ловкости И 10 К Силе То Возможно Стоило Брать Ловкость И То Не Всегда Ты Берешь Себе ХП Потому Что Эскейпов У тебя Как Таковых Нету Артефакт Ты Играешь Без Шиба Те Нужно Контачить А Чтобы Контачить Вампирик Самый Лучший Артефакт Артефакт Талант Сила Тем более Со Своим Своим Хочет С тобой Подраться А Не Получается Еще И Стилипс А Вот Алибарда Это Очень Неприятно От Компеток Понимаю Алибарда Залетела Ультимейт Ац Эмочки И Добирается Шикарно И Кстати Вампирик На 15 Левеле Очень Хорош Подража Больновато Сларко А так Он На Старк И Пришел В принципе Поинт Не теряется Он Сюда Что-то Выйдет И Паригенец По 150 Утрывает Я Един Сларко А Вот В Таком Повороте Событий Можно Купить Себе Скади То Сидя По Соти Есть Право На Ошибку Че За Бак Кстати Ну Да Да Там Текстуру Просто Провалился Кстати Если бы Не Эта Текстура Да Он Был Это Хотел Сказать Именно Это И Хотел Сказать Уминал Но Этого У нас Не Отпульс Прибили Копьем Просто В Его Деревьях Как Эфори Он Хорош Вместе С Марсом В Команде Просто Героя Закрываешь Крутах Его Побили Если У него Нет Он Глаз А Потом Еще Приковываешь Так И Наоборот Очень Легко Подсвечивать Станеть При этом На Марсевич Думаю Это Найкс Тайфем И 19 Левел У него Есть Он Покупает Себе Баши Ну Мы Не Не Раз Смотрели За За Героями Которые Покупают Себе Баши Против Слэна Просто Хорош Айтем Против Этого Героя Легко Кайтить Легко Выигрывать Время Пока Он Стоит В Бкб Шки В Баши Да И Насладка А На самом деле Хорош Айтем То есть Бкб Шки Не Будет Он Решил Купить И Скайдить Смеем И Баш Рочек Слотов Нету Что Куда Ну Надо пойти И избавиться По-любому Уже Не Топой Все Три Слота Которые Лежат Сейчас У него В Бэкпэке Они Ему Не Нужны Ну Может Один Так Оставить На Замена Брэйсбэн Оставить Вместо Айтем Еще Положить Тут Было Чуть Больше Агилы Ну И Следующим Артефак Там В Скаде Классика Классика Жанра Для Такого Сларка Обычно Сларка Уже Привычная Для Нас Сларк Через Диффузо Барабаны Он Дальше Попает В Скаде Потом По Ситуации Может Бетерфляй Там Шейкер Стоял В Очень Крутой Позиции Враги Пожали Смок Я Когда Они Поднялись Шейкер Просто Спалил Всех Они Могут Час Подраться За Строители Марса Но Нет ГДС Нет БКБ Отличный Хастлайн Шейкер Красавка Шейкер На Реакцию Старк Спрыгнул Параллельно Засыпил Стан Свена Который Делал Шейкер БКБ Конечно Не Хватает Он Не Может Полноценно Просто Стоять И Рейд Как Героев Без Тоже Постоян Контрол И Много Кунгажер Не Очень Но Подарит Очень Много Стаков Не Очень Много Но 17 Стан Игилы Перманентные По-моему Как ее называют План Набой БКБ Шкаф Свойна В Кулдаун Поймать Его Будет Сложно Потому Что У него Есть Блинг Это Правда Опа Есть Инфа Только Что Тут Были Варды Да И Сларк По-прежнему Берша Дэнса Но Сложно По Всему Не Сказал Тиммейтам Об этом Я Вот Так Призадумался А Ведь Какая Крутая Комба Сларк Лизевс Это Возможно Из Разряда Го Поиграем На Лоумер Связками Как Мы Раньше Делали Понялись Но А На самом Деле Это Круто У Вас С Энергия Очень Хорошая Вы По Карте Бегаете Деретесь Сларка Поддерживает Нимбус Са Ульзевса Просто Колоссальный Урон Сларк Хорошо Начинает Файтер Подзевса И Девард Девард Всего Вижена То есть Вам Не нужно Раскошеливаться На Сентре Которые Сейчас Ограничены В отличие От Предыдущих Патчей Понимает Что Его Не Видно А Тут Скорее Всего Вижен На Хай Граунде Тоже Видел Героя Торрент От Комки Нужно Уходить Или Объяс А Ну Там Выярка Выярка Не Связала Сларка А Странно Вроде Как Ветки Были Но Не Понимаешь Успел Упрыгнуть Немножко Есть Блин Хорошо На Ценку С Этого Били Некоторые Игроки Не Понимают Все Особенность Сларка Тиммейта Сларка Он Может Бегать По Карте Он Может Так Вот Развлекаться А Вы Не Можете Соответственно Вы Умираете Тем Более У него Еще Была Егис Какая Вкусная Пачка Пришла К нему 3 Ринжевика 4 Или 5 Милишников Можно Пофармить Ну И талант На 20 Левеле Плюс 1 25 Действия Паунса Тоже Топовый Талант Но Бывают Игры Где Этот Паунс Просто Бесполезен Герои С Фарсами Допустим Герои С БКБ Паунс Порой Работает Плохо Но Талант Топовый Не Подставился Подшейкл Альтернатива Даркпак На 20 Мой Валя Быстрее Линии Толкать Можно Выбрать В каких-то Суммонов От Пуша Фуриона Кстати Которые В этой Игре Не так Плохо Но Тут Он Может Спокойно Цеплять В Р А у Небок БКБ Кун У Которого БКБ Нет Все Талант Талант Хороший Очень Долго Держишь Контроля Четыре С половиной Секунды Вау И Наяриваешь По нему Со своей Пассивой 17 уже Наворвал Очень Много Телепортировался Сейчас На Нижнюю Линию Хочет Немножко Подраться 17 Действительно Много Казалось Б За каждую Единицу За каждую Убитую Цель Светает Всего Лишь Одну Ловкость Но Когда Ты Посмотришь На 30 Минут У тебя Просто 20 Халявной Ловкости Просто Чтобы Базово Бить Быстрее И Урона Наносить Больше Там Не Проблема Настакать Спадающую Агилу За каждую Дычку Уже Буду Давать По Три Ловкости Другой Мощный Персонаж Варк Хотя Свен Светанул Сейчас На Нижней Линии Кстати Пока Тут Смог Ребят Напишите В комментариях Топ 5 Героев Которых Обязательно Должны Профиксить Не Уничтожить Но Хотя Бо Немножко Знаете Чуточку Подубить Вот Я бы Наверное Сларка Отнес бы К тем Потому Что У меня Он По крайней Мере Утомил В каждой Игре В салон Кизя Это Падла Присутствует Кого Серьега Свой Список Закинул Героев Которых Нужно Понерфить Немножечко Хотя Бо Или Множечко Даже Не знаю Ну Тебе Прям Раздражает Вот Прям До Глубины Души Вот Меня Еще Варлок Бесят Его Стали Реже Кикать Но Тем Не Менее Герой Его Профиксили Немного Но Надо Помню Еще Врыски Кстати Вообще Это Какое Нашествие Этих Врыски С Радиками Вот У меня Три Волнами Появляется Он Был Его Было Очень Много Сейчас Потом Он Опять Ушел Теперь Он Опять Появился А так Кто-то Знаешь Это Как С Аркварденом Мираклава Он Сыграл На Предыдущем Турнире Не Помню Что Звучит На Арквардене В Финале Или Полфинале В Финале По-моему Ну Сыграл На Арквардене Потную Катку Затащил Показал Красоту И А вот Винрейт Не Вырос Увы Потому Что Не Все Умеют Играть На Этом Героя Ну Там Слишком Сложно Я Не Знаю Аркварден Один От Самых Сложно Плаве Контроля Тейпу Макро Нужно Понимать Кстати С Ларка Можно Было Подрезать Вот У Ня Такая Мысль Если Б Ему Его Даркпак Забивал Блин Неплохой Полфикс Посмотрите Бкб Заканчивается Идеально Может По таймингу Все Сделала И Просто Слад Настаки Еще И Баши Блок И Вообще Из Которые Не Выпустили Свена Ну Да И Сила Параллель Нужная Фиссура Шейкера Просто Гений Шейкер Умничка Шейкер Хорошо Играет В Доту Ну И Казалось Счет Развальный 29 19 Как Может Показаться На Первый Взгляд Но По Натворсу Заметь Разницы Вообще Нет То Команда Дайра Обладает Тем же Натворсом Что И Команда Рейдиант Все Потому Что Слэн Много Пофармил Все Потому Что У Саппорта Все Хорошо Фурыч Много Качался Итак Если Посмотреть Все Ровненько Нет Супер Проседающих Героев Все Планомерно Саппорты 5 6 8 1000 Вот Правда Укунки Маловато Как Для Мидера Ну Да Что Укунки Прям Совсем Не Пошло Ну И Скади Не За Горами Кстати В Э Игре В Полный Сем Мог Позволить Баттерфляй Как Мне Кажется Но Там Есть Вер Касы МКБ Если Не Была БВР Даже Если Она Была Близ МКБ С Просто С Маш Тром То Уже Как То Бабочку В Падлу Покупать Молнии Прокует Прошивает Себя А вот Против Свена Этот Айтем Топовый Уже Говорили Мы В одном Из Роликов Что Если Свен Покупает Себе Дей Далус А не МКБ У него Урона Хватает По всем Кроме Героя С Баттерфля А если Покупает МКБ То У него Просто Урона Немного Из-за Того Что Нет Той Самой Ну Судя Свен Надоедалось Можно было Все-таки Задуматься О бабочке Я вот Так Тоже Порой Думаю А Почему Керасу Не берут На таких Героях Как Сларк Тем более Против Таких Героев Как Свен У Этера Армора Немного Ты Ты его и минус Арморишь И так Спид у тебя есть И армор Непосредственно Против Свена Верки Окунки Наверное Потому что Есть Более дешевые Артефакты Которые Тоже Тебе Профит Дает Большой Ну и Скадия Маскеп Да Скадия Уже Появилась Сейчас Проблем У врагов Будет Еще Больше А будут Ли А Прыгните Врошпит Они Марса Ждали Парни Ну там же Свен Верка Эх Они Могут Подраться С пленом На ГДС А Нету А Да 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 Кстати Он же Тратил Врошпите Отличный Форс Ларкенш Потерялся Да Я сам Не понял Я думал Там просто Инвиз Он Визит Делает ТП Но Нету Сбить Сбить Фурион Фурион Топнулся Тоже Хорошо Сыграл Молодцы Разыграли Тут Очень Груто И По итогу Номинально Преимущества Ни у кого Нет Но Если Смотреть По наличию Егиса Реально Мандодар Сейчас будет Поплотнее Ну а Егис Опять же Для Свена Никогда Этого Не понимал Может Кунка Просто Вообще Ну да Кунка Нищий Может быть Верки Туда Стоило Дать Верка Жир Ньючай В этой Катке Для Верки 14 тысяч Нетворца Это очень хорошо У нее есть МКБ БКБ Мэйл Штром И деталь На Аганим И она Достаточно Худая Охрена Давать Жирнюю Чему Свена Может быть Он будет Просто Впереди Стоять У Фуриона Появился Хекс Нужно Быть Сейчас Аккуратным Но он Во кстати Не светил Еще Они Не знают Что На него Хекс Есть А Как тогда Ты узнал Ну Появляются Уже Таблички Закупов Героя А Справа Все Понял Так что Стоит Быть Аккуратным До 25 Сларка Немного 80 секунд Действия Сенсии Шифт У него Шикарный Талант Я видел Единожды Профит Таланта По правой ветке Когда ты берешь Одну секунду Действия Shadow Dance Это был Сларк Через Аганим Давным Записывали Этого Сларка Аганим Кстати Который Выиграл Игру Против Непоряд Засавил Несколько Героев Он Кулдаун Очень Маленький На Shadow Dance 20 секунд Вместо 60 Топовая Очень Хороший Опен Фракт Для того Чтобы Зайти На Хагай Шеки Разобрали Слушай Шеки Савод Свена Убили Сгид Сгид Сларк Сейчас Сларк Должен Сейчас Всех Вырезать Но Сван Если Что Есть БКВ Посмотри Что Это Какой Жен Малых Это У Всех Свер Грин Блин Блин Жесть Одного Второго Он Почти Добил Верху Который 30 ТП Осталось Паш Паш Хорошо Паш С первого Удара Был Помимо Прыжка Декарна В Какой Профит Таегис Ну Вот Какой Он Умер Встал И Просто Бежит Потом Еще И Сыр Нажал Имхо Странно Все Это Очень Они Тоже Начали Заходить На Хай Граунд Вы Сделали Килл На Шейкере Которого Очевидно Есть Байбэк Шейкер Все Очень Хорошо Делает Было Б Странно Если Байбэк Не Оставил Б Ну И Теперь Настак Али Можно Побить Немножко Хай Граунд Гра Коптер Пагонючком Настреливает Говорит Нет Испак Сам Себе Висп Там Себе Висп Так И Есть Берет Себе Себе Секунд К действия Эссенции Shift Виспус Убрали Сейчас Этот Талант Вообще Да Он Цветовому Не Дает Огоним Он Теперь Не Не Такой Полезный Как Раньше Был Ну Да Халявно Огоним Это Было Всегда Вкусно Но Играть Можно По Прежнему Это Интернешнл Скоро И Даже На Интернешнл Не Агоним Висп Будет Появляться Но В этом Сомнении Вообще Никаких Нет Не Вагоним Была Сила Какой Итай Без Висп Ну Вряд Либо Он Будет Он Просто Время В бане Будет Появляется Появляется На Команды Просто Забывают Либо Не Хотят Отдавать Бан Один Такий Вес Банов На Хай Тир Давайте Нам Значим Так Уже Тепается Будет Будет Готов Нападать На Кого Пока Раз Тиммейты Тепается И Заметь Что Он Девна Шнекер Как же Шикарно Прыгнул Просто Засолил Сейчас Двух Героя Да Так И Есть Там Сверенем Подцепили Марс Почему Он Остался Я Думаю А Почему Есть Инфа Тпц Сларк Тпц Шейкер Герокоптер Ты Че Дружище Устал Кстати По поводу Кирасы Который Мы Тоже Обсуждали Который Мы Тоже Обсуждали Марс Будет Покупать Кирасу В Эй Гре Вот И Соответственно У Сларка Еще Будет Армор И А так Спит Бонусный А Свен Все Свен Закончил Играть Свена Игра На этой смерти Закончилась На прошлом Аегисе Когда они бездарно Пошли Но в этот раз Да Они Действительно Сделали Хорошо И У него Бэк Эх Сейчас Буду Бэкбэшку Иметь Гляди И Рубу Выграли А И Так Мы Уже Выграли 50 секунд У них Все Еще Есть Что-то Придумать Фурион Засранец Да Фурион Занимается Такими Вещами Не Нашел Новый Он Стоп Побежал Слушай А у него ТП Туда Не было И По итогу Находят Бэкбэш 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 Нормально Звук Был Даже Звук Был Что Он Уже Тепнулся Ну Что Это И Он Бэкбэшка На Фурионе Теперь Теперь Он Не Сможет Сплетить Теперь Они Пойдут И Закончат Стран Скорее Всего До Рошана Примерно Минута 15 Ну И Баттерфляй Просто Нэкс Тайтомом Муж Бакбэшка Не Нужно Я буду Просто Не Убить Баттерфляй Обисал Число Тут Можно Еще Столько Слодок Собирать Вообще То ПТХ ПТХ Можно Заменить Саблю Заменить Да 2 Этима Которая Да В дальнейшем Мой Блин Можно Заменить Рыбов Нет Кого-то Колоссального Дэмэджи Но Нет Блин Коверно Нельзя Заменить Но Два Слота Хотя Ты Сейчас Грагиш Можно Купить Сатаник Чтобы Не Стоять В контроле Вообще От Хексов От Станов Кум Кероргия Да С С С С С Может С С Еще Можно Спокойно 20 Контворс Офармить Только 8000 Будет Стоять Аганим Для Статуса Еще И Байбек Желательно Оставить Тут Еще Можно Разгуляться Еще Рефреш Можно Купить Слишком Много Артефактов Можно Покупать 50 Контворс Ну Потому Что Герой Лавкач Любит Баттерфляй И Можно Скипать ПТшку А Так Еще Вторые Тревела Простите Забыл Про Вторые Тревела 4000 Натворс 4500 А Кстати Драка Завязывается На боде Судя По всему Смеки Выходят И Выходят На Хайграунд Тут Судя Отлично Подкоп А Сатаник Не успевает Он Слани Простоять Нажимает Доги БКБ Слэн 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 Абсолютно Бездарнейший Смок На Вражеский ХГ Зашли Но Либо Бездарнейший Смок Либо Отличная Разыгровка От команды Рейдент Что Не ожидали Возможно Навижение Увидели Кто знает Ларк Видит Свена Очень хочет Догнать Убить Его И Да Он Добирается До него Все таки Где Свен Нет Свена Или Есть Нет Нет Шейкер Хасавчик Прям Краешком Краешком Дотянулся 27 27 Очень Жирные Числа 17 1 13 И Счет Казалось бы Развальный Но Это Стартовый Фраги Наколотили Много Дотворца Игру Был Ровный И даже Сейчас Убив Трех Героев Потому Что Они Еще Снесли Мит Преимущество Всего Лишь Десять Тысяч Бай Бай Отличная Игра Шикарно Кстати Под Сларка Еще Марс Копил Владимир Владимир Кирас Сразу Видно Уровень Доты Уровень Китайской Доты Уровень На уровне Вот Эта Игра И Закончилась Пишите Ваши Комментарии Обязательно Не Забывайте Хотя Кому Я Это Говорю Все Все Спят